Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Приветствую вас, Алексей, в нашем эфире, рады видеть. Да, Лейла, приветствую и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Давайте об этом тогда поговорим. Нет четкой даты, но есть информация о том, что как раз до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки второй саммит мира может пройти и, вероятнее всего, местом будет Гаага, Нидерланды и так далее. Поэтому, все-таки, первое, я понимаю, что, возможно, в трех тезисах сложно будет проанализировать, какие все-таки условия и предпосылки для того, чтобы Россию пригласили. Это первый вопрос, мы будем к вам. И условия по вопросу как раз боевых действий, что не менее важно. То есть условия приглашения Украины и условия по боевым действиям. Насколько предпосылки и каковыми они могут быть для того, чтобы Россия все-таки принимала участие? Конечно. С точки зрения, скажем так, участия Российской Федерации во втором саммите мира, мы же все равно говорим с пролеганием на сегодняшний день. А в любом случае, как бы и наш президент, и Андрей Ермак, и Кулеба говорили, что планируется все-таки пройдение второго саммита ориентировочно на конец осени. Но это только ориентировочные сроки. Вот, в принципе, в этом интервью своим последним Андрей Ермак дал очень четкие, в принципе, посылы и тезисы на то, что прежде всего дата проведения, скажем, саммита мира второго будет зависеть от подготовки окончательно, скажем так, дорожной карты мира на основе формулы мира. И, конечно же, результатов промежуточных международных встреч по согласованию, по предварительному согласованию позиций, чтобы на втором саммите мира, ну, собственно говоря, никаких не было неожиданностей. То, что Российскую Федерацию пригласят, ну, так по этому поводу, в принципе, уже довольно четко выразился, опять же, наш президент, который сказал, что, ну, мы не можем, скажем так, противодействовать позиции некоторых наших партнеров, которые видят, что без Российской Федерации все равно впоследствии, в какой-то перспективе не может состояться мирных переговоров или даже какого-то базиса для них. Поэтому я думаю, что, конечно же, мы пригласим Российскую Федерацию на второй саммит мира, чтобы, как выразился, опять же, Андрей Ермак, передать ей тот самый ультиматум, который будет наработан и который является неотъемлемой частью формулы мира и, соответственно, дорожной карты мира, которая будет обсуждаться на втором саммите мира. Но, честно говоря, друзья, положа руку на сердце, я не верю, что Российская Федерация пока в сложившихся условиях приедет на саммит мира, где будет ей, скажем, противостоять 120-130 государств с единой проукраинской позицией. Для чего? Для того, чтобы, по сути, видеть какое-то политическое избиение. Но хотя я не исключаю, действительно, что могут еще довольно долго до саммита, еще, грубо говоря, даже если он в ноябре планируется, то это еще 4 месяца, может, 3,5 месяца. И за эти 3,5 месяца или 4 месяца, может быть, в декабре он будет, может измениться и политическая конъюнктура. Поэтому в данном конкретном моменте мы можем, единственное что, понимать, как это будет происходить и зачем. Так вот, зачем, по сути, это ключевой вопрос. Затем, что на втором саммите мира мы уже, первый был инаугурационным, а на втором мы уже действительно должны получить общую консолидированную позицию по плану справедливого окончания войны на основании международного законодательства, ну и, собственно говоря, формуле мира, которая полностью соответствует статуту Организации Объединенных Наций. То есть, как раз, уже, по сути, бетонирование такой общей позиции с привлечением максимального участника стран глобального юга. Я думаю, что подготовка к этому будет сейчас происходить и, скорее всего, в конце августа, когда премьер-министр Моди Индии будет в Киеве. На него все равно ориентируется довольно-таки большое количество стран глобального юга. Ну и переговорный трек, опять же, с Китаем, который уже начался довольно глубоко во время визита трехдневного Кулебы, мне кажется, также способствует тому, что в перспективе Китай все-таки пошлет свою делегацию на второй саммит мира. А это будет, опять же, серьезным сигналом для стран глобального юга. То есть, мы ожидаем уже больше, не знаю, насколько, пока еще очень сложно сказать, но точно больше стран, более качественное представительство стран на втором саммите мира, которое усилит наши позиции перед непосредственно переговорами. Потому что очень правильно сказал, в принципе, Андрей Ермак, и я про это говорил уже очень давно, и в наших эфирах, и в других телеканалах эфирах, что какие переговоры с Российской Федерацией в рамках второго саммита мира вообще может идти речь. Как технически можно начать переговоры государства-агрессора против 120-130 лидеров государств на одной площадке? Ну, просто, друзья, это технически невозможно, да и вся практика международных отношений показывает, что на таких больших форумах, больших саммитах переговорные процессы, скажем так, они непродуктивные. Но то, что второй саммит должен уже окончательно заложить фундамент перед началом переговоров с участием, скажем так, государств-гарантов, государств-переговорщиков, про которые много сейчас говорится, что это, скорее всего, будет опять же происходить в какой-то нейтральной стране, возможно, даже глобального юга, да, вот это действительно, скажем так, довольно перспективно, потому что после второго саммита мира позиция все-таки Украины довольно будет сильная. Ну и на второй вопрос ответ, конечно, да, позиция на, скажем так, военного компонента тоже будет очень сильно зависеть, как на принятие Российской Федерации участие, решение по участию во втором саммите мира, но так, собственно говоря, и впоследствии на участие и в переговорных процессах. Чем сильнее будет позиция Украины, чем она будет более многогранной, вот даже, например, с участием, скажем так, компонентов, которые присутствуют в данный момент, возможно, в Курской области Российской Федерации, конечно же, будут влиять как на мотивацию Российской Федерации к переговорам, так и, собственно говоря, на качество этих переговоров и на заинтересованность все-таки прийти к какому-то конструктивному решению. Ух, как Алексей, все вспомнили, все заплели. Я хотел, знаете, о чем вас спросить? Когда мы говорим об участии России, об участии российских представителей, давайте вспомним Мюнхенскую конференцию по безопасности в последние годы, на которой присутствуют представители России. Это не чиновники, это не представители Кремля, это российские оппозиционеры. Может ли так случиться, что на очередном втором саммите мира Россию будут представлять не власти, а те россияне, которые против войны, которые поддерживают Украину, которые находятся за пределами России сейчас? Вопрос классный, вопрос интересный. Даже в контексте последних событий на территории Российской Федерации. Но, во-первых, для начала им нужно обозначиться, согласитесь, что они действительно, по сути, являются альтернативной властью Российской Федерации. Им нужно получить, скажем так, какой-то определенный статус, например, правительства в изгнании. Кстати, тот же Илья Пономарев такую идею продвигал в свое время. Он объединил депутатов разных уровней, которые имеют, собственно говоря, легитимность, за которых голосовали россияне. И даже звучала идея создания вот такого правительства в изгнании. Сейчас можно эти все идеи подсобрать, проанализировать и выдать, скажем, какой-то гибридный вариант, учитывая, что сейчас, скажем так, есть на это довольно продуктивная почва уже на территории самой Российской Федерации. Но сможет ли представлять полноценно такое какое-то альтернативное правительство Путину, альтернативное правительство Российской Федерации, непосредственно интересы России на втором саммите мира? Ну, возможно, отчасти, да. Но полноценно, конечно, нет, потому что не они нападали на Украину, не они аннексировали наши территории. И, собственно говоря, не они в своем большинстве должны нести политическую, и не только политическую, но и юридическую ответственность за тот геноцид, за обследование мирного населения и за все остальное, что они за эти два с половиной года, так сказать, натворили в Украине. Поэтому, конечно, они могут принять про то, что говорил Андрей Ермак, соответствующий документ, но я думаю, что все равно основной ответчик это именно Путин и путинский режим. Субтитры создавал DimaTorzok